Вопрос. Если граждане, жители, собственники частных жилых домов хотят поставить датчик угарного газа, по какому номере можно обращаться? Если они относятся, есть в списках социально уязвимых слоев населения, которые получатели АСП и так далее, это все они могут обратиться к нам в управление. То есть, если они есть в наших списках, которые нам предоставлены отделом социальной защиты, мы на безвозмездной основе их устанавливаем, этот датчик, фиксируем, порядок работы рассказываем. То есть, они могут нам в последующем обратиться, если вдруг он вышел из строя или какие-то еще моменты, наш сотрудник приедет, посмотрит, что с ним не так, то есть, разъяснит, пояснит и приведет в рабочее состояние его. Обращаться можно в наше управление. Я знаю, были случаи, когда эти датчики спасали целые семьи. Можно привести факты? У нас по области, в общем, даже по области, на слух сейчас не помню, если так, на память, но по области очень много, где произошло срабатывание данных датчиков. Это, как мы все знаем, угарный газ, он без цвета и без запаха. То есть, мы его увидеть, услышать так просто не можем. То есть, когда у нас уже идет, когда организм, уже концентрация, большая концентрация попала в организм, это только тогда человек может почувствовать, когда у него появляется вялость, там он может обморочиться в состоянии и так далее. Но он уже не может ничего предпринять, потому что он уже обессилен, потому что уже большая концентрация есть в организме. Поэтому, заблаговременно, когда он начинает срабатывать, человек может сориентироваться, то есть, проветрить помещение, своих близких с дому вывести, то есть, обезопасить их жизнь путем его срабатывания. А как установить и ключ? Датчик за свой счет? Где его приобрести? Эти датчики, они имеются на интернет-площадках, то есть, можно зайти в интернет, забить датчик угарного газа, он там в свободном доступе продается, там не лицензированные какие-то деятельности. То есть, в свободном доступе его можно приобрести и обезопасить свою семью. Он недорогой, скажем так, у каждого поставщика у него разные цены, там уже человек выбирает свою ценовую политику, где ему удобнее, где выгоднее его приобрести. Он очень просто крепится, работает на трех батарейках всего, пальчиковых, то есть, проверяется путем нажатия одной кнопки, его работоспособность и никаких проблем нет. Поэтому мы убедительно просим и жителей частного сектора нашего города, чтобы вовремя очищали свои трубы от сажи, от копоти, то есть, чистили свои печи. Почему? Потому что, когда человек отапливает всеразличные резины и так далее, есть и уголь, который очень большой, сажевые отложения оставляет на трубах, перестает, не будет тяги, дым идет вовнутрь, угарный газ идет вовнутрь. Также просим жителей, у кого имеются заслонки на отопительных печах, их не закрывать, зачастую у нас происходит отравление угарным газом, дабы сэкономить тепло. КПД данной печи закрывает на ночь заслонку, печь полностью не прогорела, угарный газ идет в комнату, ему некуда деваться, то есть, это дым и так далее. И человек до летальных исходов такой вот. К сожалению, это было на практике, поэтому очень убедительная просьба всех жителей следить за своими отопительными приборами, электрическими сетями. Получается, зачастую люди в один китайский удлинитель, который не очень хорошего качества, до 5-6 электроприборов включают, электрическая сеть, естественно, не выдерживает, где-то происходит короткое замыкание, нагрев и так далее, горючие конструкции рядом, пожара не избежать. И также, естественно, очень опасный фактор, это у нас пользование бытовыми газовыми приборами, то есть, газовыми баллонами. Есть рекомендации, какие баллоны, насколько заправлять, заправлять их в специализированных пунктах наполнения, газонаполнительных пунктах. То есть, вовремя следить за резинками, не ставить газбаллоны и устанавливать его, когда нанесли его с морозов, не перенаполнять. То есть, каждый гражданин должен сам немножко быть бдительным к жизни своей и своих окружающих. Поэтому пожар легче предупредить, чем его погасить. Ну а если уже случается такое, что нет ничего дороже, чем человеческая жизнь, поэтому каждый собственник должен сам изначально заботиться об этом. Ну а с целью инструктирования и проведения каких-то профилактических мероприятий, мы в общем, скажу, департамент ЧС, министерство по ЧС, на ежедневной основе эта работа вся проводится. Это такие моменты, как и проведение всевозможных инструктажей, бесед в учебных заведениях, на предприятиях города с коллективами. То есть, проведение различных флешмобов. У нас вот синим алим сейчас мы нашли соглашение с руководством. У нас перед началом сеанса идут короткометражные такие призывы, что спички детям не игрушка и так далее, так далее. Мы всевозможных стараемся, где человеку довести, откуда можно, только с какого-то интернет-пространства, социальных сетях, там везде стараемся. И установка баннеров у нас на билбордах города, это опять же при поддержке Акимата города, отдела внутренней политики. Мы такое понимание находят местные исполнительные органы, помогают нам в этом. Поэтому все, где возможно, мы пытаемся довести до населения. Ну, бывает такой случай, что люди не слышат нас, или не хотят слышать, или просто пренебрегая требованиям правил пожарной безопасности. А так, в принципе, мы эту работу на ежедневной основе проводим. Не только месяцник пожарной безопасности, просто месяцник пожарной безопасности, это так он называется, чтобы люди услышали, а так это на ежедневной основе вся работа проводится. Продолжение следует...